Депортация. 13 лет ссылки, голод, лишение. Потом возвращение на родину сквозь забетонированную позицию КГБ, КПСС, которые не пускали чеченцев на руководящую должность. После депортации поднялись вплоть до позиции второго человека в Советском Союзе. Огромное количество хозяйственников, огромное количество генералов. После выселения за пределы Российской империи, после хиджры, стали генералами, начальниками штабов в десятки ближневосточных стран. После двух чеченских войн снова чеченцы сегодня одни из самых влиятельных игроков на экономическом и политическом поле. Откуда у вечно гонимого народа столько внутренней силы?